Вопрос действительно, когда откроют границы. Вы знаете, что буквально несколько недель назад Санкт-Петербург был признан лучшим туристическим центром международного значения. Он оставил позади достаточно серьезных конкурентов и Париж, и Нью-Йорк, и Рим. Между тем, сегодня все-таки вопрос открытия границ, он важный с точки зрения структуры доходов бюджета. Мы знаем, что идет работа по тому, чтобы наладить авиасообщение. Есть даже такие неожиданные страны, в которых, может быть, немногие из российских жителей когда-либо были, с которыми сегодня уже налажено авиасообщение. Но вместе с тем в структуре доходов, конечно, выпадающая роль сегодня у туристической индустрии. И крайне важно понять, несмотря на то, что, конечно, пандемия сегодня играет важное значение, все-таки есть ли шанс на то, что границы будут открыты в ближайшее время. Спасибо большое. Кирилл, мы с вами любим Петербург, все. Я думаю, что подавляющее большинство жителей страны тоже с большим пиететом относятся к нашему родному городу. Тем, кто не бывал еще в Петербурге, я очень рекомендую это сделать. Одна из лучших мировых столиц, без всякого сомнения. И, конечно, это такой магнит для туристов. Мы всячески помогаем Петербургу, в том числе при визовом обслуживании посещающих Петербург, в том числе на паромах. Стараемся создать другие благоприятные условия для того, чтобы туристическая отрасль в целом по стране развивалась, в Петербурге тоже. Я поздравляю Петербург с тем, что он выиграл этот конкурс международный, заслуженно выиграл, без всякого сомнения. И не только потому, что это город замечательной архитектуры мирового класса, где творили самые лучшие зодчие с мировым именем Растрелли, Трезини и так далее. Но ещё и потому, что современный Петербург активно развивается, создаются новые среды городские, создаются новые путепроводы, инфраструктура развивается активно. Это всё создаёт, да, объекты красивые очень, и культурные, и спортивные, и «Газпром-арена», и другие. Потому что замечательно всё это, Петербург в состоянии принимать и принимает соревнования самого высокого уровня, делает это очень достойно, на самом лучшем образом. Всё это, конечно, привлекает внимание к Петербургу. Закрытие границ с этим связано, с тем, что кто-то хочет ограничить Петербург. Сейчас уровень заболеваемости ковидом в Петербурге какая? Высокая с точки зрения даже средних цифр, конечно. Поэтому, собственно говоря, наверное, введены те ограничения, которые сегодня действуют внутри региона, в том числе и в новогодние праздники. Ну вот об этом-то и речь. Об этом и речь. Уровень загрузки ковидных коек в стране в целом где-то, не помню, сколько там, процентов 85, а в Петербурге больше. Поэтому с этим связано. Связано с необходимостью защиты жизни и здоровья петербуржцев. Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты. В целом, конечно, очень бы хотелось, чтобы и наши граждане Российской Федерации пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург. Для этого границы открывать не нужно. Но как только станет возможным, конечно, мы это сделаем. Одна из пострадавших отраслей нашей промышленности – это перевозки авиационные. И в этом смысле, конечно, очень важно разрешить возможность летать к нам и нашим компаниям летать за границу. У нас за границу летает 32 миллиона человек. Вот давайте этот поток перенаправим в Петербург. Оставляют за границей 35 миллиардов долларов в год, в 19-м год. 35 миллиардов долларов. Вот такие вот, если потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма, то это будет здорово. Петербург этого заслуживает и уверен сделать это на самом достойном уровне. Как только, так сразу. Продолжение следует...